Меня зовут Денис Резник, я являюсь Microsoft MEP, я работаю в компании Digital Quality Technologies на позицию руководителя департамента в разработке. И, собственно, был приглашен на MS Suite для того, чтобы выступить с двумя докладами. Один доклад был по SQL Server 2012. Это моя компетенция, это моя экспертиза в качестве MVP. Я MVP по SQL Server. Второй доклад был по Windows 8. Это новая технология, которая сейчас только появляется. Новая операционная система, новая платформа для разработки приложений, новый тип приложений, которыми мы активно интересуемся. И моя компания уже сейчас разрабатывает такие приложения. Мы одни из первых в Украине разрабатываем MetroStyle Applications для публикации в Microsoft Store. Интересно все и в первую очередь интересен рынок планшетов. То есть это то, чего сейчас планшетов на Windows 8, как сказать, скоро они появятся, они будут занимать рынок, который сейчас занят iPad, который сейчас занят Android. Сюда же ворвется и Windows 8. Так как ворвался Windows Phone 7 в рынок мобильных устройств. То же самое будет происходить сейчас с Windows 8 и с рынком планшетов. Соответственно, это новая ниша, это интересно и сейчас начнется такая вот борьба за нее. Соответственно, будут появляться новые вакансии, новые заказы, новые приложения под Windows 8. Метро Стелл Аппликейшн. Там есть много таких вот мелких полисей, про которые я рассказывал на докладе, которые не дают нам, как разработчикам, писать медленные приложения. Приложение должно быть быстро. Это самое главное требование, это самый главный best practice. Оно должно быстро запускаться, оно должно быстро останавливаться, оно должно быть очень быстрым. В ряде случаев медленные приложения мы написать просто не сможем. 2012 версия была направлена во многом на то, то есть было очень много изменений, которые не вылились в какие-то фичи, внутренних изменений, которые улучшили скорость работы, сделали возможным поддержку и дальнейшее улучшение. То есть некоторые вещи были переписаны так, чтобы их потом в будущем было легче дорабатывать и улучшать. В плане новых фич появилось около 5-6 таких killer features, как их называют. Это always on, новая технология обеспечения отказа устойчивости. Это column store indexes, которые еще будут развиваться. Это семантический поиск. Это file table. SQL Server 2012 во многом ориентирован на то, что сейчас нужно рынку. Рынку нужно high availability. SQL Server это предоставляет. Существующие технологии улучшать, конечно, можно, но лучше сделать что-то новое, которое покроет все требования рынка. В Windows 8 нужно обратить внимание на то, что меняется концепция работы приложений. Если раньше пользователь управлял жизненным циклом, он сам запускал задачи, он сам их завершал, и они висели в память, они потребляли процессорное время и так далее, и так далее, и так далее. То есть сейчас в Windows 8 эта концепция немножко меняется. Сама операционная система начинает управлять больше жизненным циклом приложений для того, чтобы сэкономить ресурсы системы, так как не все планшеты обладают сверхмощными процессорами, и, во-вторых, сэкономить нам заряд батареи для того, чтобы мы могли дольше работать с нашими приложениями. Здесь работает это следующий образом. У нас всегда одно активное приложение на фореграунде. Как только пользователь запускает второе, первое опускается на бэкграунде. Соответственно, оно не потребляет ресурсы процессора, оно не работает с жестким диском, оно не работает с сетей. Это все управляет операционной системой. Меньше потребление ресурсов, дольше работа батареи. Во-первых, совет посмотреть на Windows 8, на MetroStyle Applications, на концепцию разработки и работы этих приложений. Потому что это в ближайшем будущем будет очень актуально. В плане баз данных, если вы работаете с базами данных, если ваши проекты работают с SQL сервером, посмотрите на основные изменения, которые произошли, на основные фичи. Как вы их можете использовать в своих проектах. Потому что зачастую бывает такая ситуация, когда даже используя новый продукт, но не зная его возможностей, продолжается использование старых фич, хотя можно это легко заменить. То есть куча старого функционала можно заменить одной небольшой фишкой, которая появилась в новой версии. Поэтому о них просто нужно знать. Во-первых, это high availability, always on. Во-вторых, это сценарий поддержки различного вида reporting и column store indexes. Data warehouse и column store indexes. На это стоит обратить внимание. На скорость работы. То есть можно просто попробовать и потестировать, насколько быстрее новый SQL будет работать с вашей системой. И в-четвертых, следует посмотреть на то, что я не рассказывал в докладе, на так называемые appliances. На fast-track warehouse, на parallel data warehouse. Это для больших компаний, для обработки больших данных, на интеграцию SQL сервера с Hadoop. Если у вас большие объемы данных, то посмотрите на это и на то, как это можно использовать в вашей организации. Продолжение следует...